Йоу-йоу, привет с тобой Дава Ди. К сожалению, Дава нахуй здесь больше не нужен, поэтому хотя бы этот выпуск проведу я. И сегодня у нас есть вот такой вот сутенерский кальян от компании Антера. Полнейшая это залупа или нет, мы сейчас с вами разберемся. Давина лампа подпекает мою лысину, поэтому я, с вашего позволения, одену капюшон. Плюс у меня есть очки, чтобы не видеть этот позор, эту белую упаковку, которая без какого-либо дизайна. Но как заявляют производители, почти за пять косых ты получишь супер охуевший кальян, который даст всем производителям в рот. Давайте-ка проверим это дерьмо. И посмотрим, что мы тут сразу видим. Мы видим, как он будет выглядеть в сборе. Постарались вырезать кальян от белого фона. Молодцы! Давай прочитаем. Мы, конечно же, сутенеры, и у нас сразу ультракомплект. Что в него входит? Шахта, мундштук, чтобы сучки визжали, диффузор, чтобы они не пердели, уплотнители, чаши и колбы, а резиночки должны быть всегда с собой. Щипцы, шланг, пружинка для шланга. Но я-то уверен, что твоему шлангу пружинка не нужна, потому что это вольный конь. Чашка и колба. Хм, вполне круто. И его цена в этой комплектации 5,450. Это хуйня. Кому нужны размеры шахты, длины шахты? Вот тебе нужно, напиши, нужно, чтобы тратил твое и свое время на это дерьмо в виде цифры. Какой металл? Какие диаметры? Мы что тут, выбираем проститутку, чтобы у нее дырочка была узенькая или нет? Давай смотреть. Выглядит все пиздато. Чашечка, турочка. Как очень похоже на «Воскуримся» либо на «Северный» брендированное. За это за счет. Я был прав. Это Космобол. Марик даже запихал свои ебаные чашки сюда. Пожалуйста, купите и раскупите эти турки по 170 рублей, чтобы их больше не было в комплектациях. Пускай положат нормальную чашку. Вот такой вот цельнометаллический дилдак. Я думаю, твоя девочка оценит эти формы, потому что у тебя таких форм нет. Еще я знаю, что его можно сделать маленьким, просто превратив как-то во что-то. Блядь, как-то на фотографиях хуйня это была. Ну ладно, давай не будем тратить на это время и потихонечку все это смотреть. Чуть-чуть резьбу порвал. Но ничего, в следующем будет нормально. Есть у нас диффузор, и он обработан очень здорово. Такой же гладенький, как попочки юных девочек, которые только-только вступили во взрослую жизнь. А это у нас коннектор под чашку. И мне кажется, что он немного маловат, потому что нам нужно подавать что-то побольше. Но мы это обязательно проверим. Есть вот такие вот щипцы, и я больше чем уверен, они тебе не помогут, когда у тебя будут отжимать мобилу либо ставить тебя на счетчик. Но просто так, чтобы их носить, очень здорово. Вполне нормальные. А вот и та самая, а вот и та самая погружная шахта. Обработана тоже очень здорово. И здесь есть прикольные штучки. Ее можно как-то регулировать. Мы же разберемся с этим чуть-чуть попозже. Очень все сложно вытаскивается. Мне это не нравится. Я здесь живу в этом мире, чтобы не напрягаться и не вытаскивать все это вот так вот. Производители, если вы отправляете дави, дыму это все, то делайте как хотите. Но если хотите, чтобы такой крутой чувак снял вам сучий ебаный обзор, то, конечно же, делайте так, чтобы все было по красоте. И, конечно же, всегда ложите бутылочку дорогого шампустика, чтобы мы после выпуска с моими девочками-сученьками сели, распили ее и посмотрели, как же охуительно я получаюсь в кадре. Это у нас коннектор под шланг. И он тоже очень малюсенький. Основание тяжелое, хорошее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть ли здесь магнитики? Магнитиков есть, есть притирочки. Но, как мы знаем, притирочки это плохо. Они стираются. Они больше так не работают. Ох, ох, чего я здесь увидел? Нахуя вы выгравировали здесь этого долбоеба? Потому что обзор делаю я, а не он. Он конч. Он бы здесь нудно что-то рассказывал, занимался бы какой-то хуйней. И в итоге ни хуя конкретно бы про кальян не сказал. Не то, что я. Я все делаю по красоте. Давайте смотреть дальше. О, боже, о, боже. Что это за хуйня? Мунштук обычный костыль. Ничего примечательного. Да, есть гравировочка. Но ребята могли бы и заморочиться. И сделать что-то реально красивое. Потому что вот это красиво. А это хуйня. Обычная ебаная палка. Мне такое не нравится. Мне такое не заходит. Посмотрим, что у нас здесь в этом пакете. Есть шланги, резиночки и все, что они говорили. А еще есть золотые цацки. Это у нас шарики для клапана. Вот эта резиночка, она тебе не нужна. Мы ее просто уберем. Это тоже норм. Это тоже хорошо. Блюдца, как мои тапочки на моем Rolls-Royce. Также блестят. И также круто обработаны. Спасибо ребятам из диски охуенно Ростов-на-Дону 161. Охуенно. Это нам тоже нахуй не нужно. Теперь Дава Ди попробует все это собрать. Я больше чем уверен, что ему не составит труда все это собрать. Я это быстро собрал, прям за доли секунды. Поэтому все это смонтажил, потому что я очень быстрый чувак. Эти руки собирали не одну киску, поверьте. Чтобы они собрали этот кальян, расплюнуть парня, это все хуйня. Короче, я разобрался с ним, скажу так, что по сборочке он ничего такой, но резьбушечки скрипят, что пиздец. Даже самые стрёмные шалавы района так не визжат, как здесь эти резьбы. Тогда не покупай, потому что это просто ужас. Короче, я разобрался, как из него сделать малыша. Мы снимаем верхнюю часть. Бросаем сюда вот так. Слышишь, как это все скрипит? Слышишь? Вот так. И получается у нас вот такой вот крутой малыш. Но за счет того, что мы не можем уменьшить шахту, нам приходится бросать их на большие колбы. И выглядит это крайне уебанско. Но если мы берем и все это увеличиваем, но ты знаешь, что увеличивать не всегда хорошо, то у нас получается какой-то огромный, недоебанный кальян, который даже, скорее всего, не влазит в мой охуенный фотоаппарат. Ну, как вам? Да ладно, ладно, расслабьтесь, шучу. Хорошие длинные кальяны. Хороший длинный кальян Антера. Но мы, любители поменьше, мы это сделаем все вот так. Ах, этот скрип резьбы только что мне напомнил, как одну шалаву на районе убивали, она также кричала. Я был очень рад, что ее грохнули, потому что она портила мне настроение. Ну что, пора бы забить этот кальян, взять этот ебучий костыль и попробовать его раскурить. А ты пока не переключайся. Да-да, да, моя самая главная лысая киска в моей жизни. Но что, братики, мы забили эту чашку от Космо Боу табачком, который предпочитают настоящие гэнгстеры, настоящие парни и настоящие козырные ребятки. Это Томмиган Ягодный Сорбет. Все это мы греем на четырех уголечках. И я подумал, что с вот этим костылем в наше время курить отстой. Шлюшки не поймут, девчонки не оценят. Парни скажут, ты отстой. Поэтому мы взяли игрушечку побольше. Потому что, как мы знаем, чем больше, тем лучше. Поэтому давайте мы проверим, на что кальян от компании Антера способен. Что он из себя представляет, какие у него характеристики, потому что про это модно рассказывать. табак охуенный. Мне кажется, что даже на самом задроченном кальяне этот табак будет куриться божественно. что-то отвлекся. Что-то отвлекся. Ну что, давайте потихонечку вам, ребяточки, поцки, братишечки расскажу. Короче, внешний вид решает. Красивый, блестящий, как мои десочки. Очень здорово. Все приятненько, хорошо. По весу тяжеленький, и он не скользит. По минусам, скрипит, как старая шлюха. Скрипит, как бабка. Скрипит, как ржавые двери где-нибудь в заебанном заведении. Костыль тоже отстой. По тому, как он курится, можно выразить респект, потому что очень здорово. Если бы была битва за респект по тягам, то этот кальян явно бы был в финалистах. У него есть прикольный... У него есть прикольная гравировочка на шахте. Я подумал, что можно как-то регулировать тягу. Но они лишь просто тебе сказали дурачку. Слышь, Вася, хочешь тягу потяжелее, просто долей воды. Хочешь полегче, просто слей. Типа, мы такие долбоебы. Что? Мы не знали? Иди нахуй. Ты за кого нас держишь, блядь? За долбоебов? Это не так. Мы прекрасно знаем. И то, что вы думали, что этой гравировочкой сможете нас удивить, мы же думали, что там можно что-то крутить, что-то вертеть и регулировать тягу. Потому что даже у вас здесь написано, что это можно регулировать. А то, что это по факту регулируется тем, что ты доливаешь воды, не доливаешь, идите нахуй. Извиняюсь за мат. Я только что вспомнил, что этот кальян стоит 5 косых. Поэтому не идите нахуй, идите, я вас обниму. Очень здорово. Антера с моделью Sirius 2 в рестайлинге сделали реально зачетный кальянчик, реально зачетный продукт. И он вечный, потому что это не ржа. А не ржа, как мы знаем, хорошо держится даже в самых хуевых условиях. Но даже не рже придет пиздец, если это окажется в руках какого-то долбоеба. Йоу, ты же не долбоеб. Долбоебы ставят дизлайк на это видео, а охуенные поцаки и девочки ставят лайк. И пишут комментарий. Так что, ребяточки, Антера зачетная. Это не только что statt%. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Схерилors Схерилors ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА